2021 год был очень напряженным годом в жанре MO. На самом деле, в этом году мы увидели больше новых MO, выпущенных, чем за предыдущие 3-4 года вместе взятые. В сети появились две новые легенды Genesis, Kraufel, Burning Crusade, Classic, Bless, Unleashed, Eleon и Новый мир. Семь совершенно новых игр за один год. Так что да, это был напряженный год с точки зрения количества новых MO, но я не знаю, можем ли мы считать его лучшим годом с точки зрения качества. Не похоже, что какая-либо из этих игр войдет в пятерку лучших, которые в настоящее время доминируют на западном рынке. Это, конечно, Final Fantasy XIV, World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Black Zayas It Online и Guild Wars 2. Если уж на то пошло, я думаю, что возможно нового света больше всего шансов на долгосрочный успех. Было много ошибок и неправильных решений, и запуск был катастрофой из-за ошибок и эксплойтов. Но Amazon, похоже, все еще заинтересован в улучшении и дополнении игры. Они совсем недавно выпустили полуторачасовой круглый стол для разработчиков, где они рассказывают о своих планах на будущее. Я думаю, что это довольно хороший знак, и количество игроков, несмотря на тенденцию к снижению, все еще довольно велико. Ежедневно колеблись на уровне около 100 нулевых пиковых значений одновременно. На самом деле, это число вполне может превзойти то, где на данный момент находится Guild Wars 2, хотя мы не можем знать наверняка, так как их цифры все равно не являются публичными. Дело в том, что 2021 год был одним из самых напряженных лет для МО за долгое время. Независимо от того, были ли эти игры качественными МОС или нет, мы получили их много. Но теперь я думаю, что пришло время заглянуть вперед, что будет дальше. Ну, мы уже знаем о нескольких играх, которые планируется выпустить в 2022 году. Некоторые из них мы ждали уже много лет. И что я хочу сделать сегодня, так это погрузиться, чтобы взглянуть на каждую из МОС, которые, как мы ожидаем, будут доступны в этом году, наряду с любыми новыми крупными дополнениями к существующим МОС и играм, которые появятся позже в будущем. Сейчас же, изначально, когда я начал писать этот сценарий, я хотел сделать его продолжением моей серии из пяти самых красивых предстоящих МОВ в текущем году. Однако у нас даже нет пяти МОС, которые в настоящее время планируется выпустить в 2022 году. Некоторые из них являются предварительными и все такое, и я погружусь в это. Но в любом случае дело в том, что да, возможно, это не самый загруженный год, особенно по сравнению с 2021 годом, с точки зрения новых релизов, но я все еще думаю, что здесь есть о чем поговорить. Хорошо, итак, первый, теперь мы заблудились. Это почти наверняка самое крупное, самое ожидаемое МО, которое, как подтверждено, выйдет в 2022 году. В настоящее время запуск запланирован на 11 февраля, и я должен сказать, что не могу дождаться. Я фантастически провел время, играя в бета-версию, и я действительно с нетерпением жду ее полного выпуска. Даже несмотря на все хорошее, что я слышал об игре за эти годы, я просто не ожидал, что мне понравится Lost Ark так сильно, как мне. Хотя, наверное, это моя собственная вина. Итак, игра была запущена в Корее еще в 2019 году, и она довольно быстро зарекомендовала себя как солидная игра в жанре хак и слэш, в которой также есть все традиционные элементы МО, которые вы ожидаете. Есть пи-подземелья и рейды, есть система сбора и создания, там есть жилье для игроков, есть структурированные ПВП с полями сражений и аренами. В игре даже есть эта уникальная система плавания, где ты можешь свободно исследовать океаны, путешествуя по разным континентам и небольшим островам в поисках сокровищ. Бой — один из главных пунктов продажи этой игры. Это просто чертовски приятно. По моему опыту, все это очень весомо, с хорошей анимацией и звуковыми эффектами. Большая часть опыта пи, по крайней мере во время прокачки, действительно сводилась к тому, чтобы просто собирать группы врагов, а затем взрывать их, когда вы поражаете их этой большой областью действия и расщепляемостью. И все просто выглядело и ощущалось великолепно. Бой действительно хорош в этой игре. Сражения с боссами, с которыми вы столкнетесь через боссов открытого мира, но также и в подземельях, в основном заставляют вас сокращать эти складные полосы здоровья, избегая телеграфных атак. И эти атаки могут меняться с боссами, которые проходят различные фазы. Система игровых навыков тоже довольно аккуратна. В принципе, по мере того, как ты повышаешь уровень, ты получаешь очки. Ты тратишь эти очки на навыки, улучшая их, делая их сильнее, но также и на разных порогах. Возможность выбрать один из трех различных модификаторов, которые фактически изменят то, как функционируют навыки, и как игра строит и представляет подземелье, также была действительно впечатляющей для меня, особенно для игры сверху вниз. Я думаю, что они проделали потрясающую работу, подобрав обстановку и обстановку сцены. У них есть тонна различных панорамных камер и областей перемещения, а также эти широкоугольные снимки, которые используются. Моей личной изюминкой бета-версии было это подземелье, которое должно было подниматься по этой массивной винтовой лестнице. Камера переместилась далеко назад, и все это время меня преследовал этот огнедышащий дракон. И все это закончилось этой большой борьбой наверху. Это был просто действительно, это был действительно, действительно классный опыт для игры в хак и слэш сверху вниз. Я сравниваю это с моим опытом работы с такими названиями, как Pass of Exile или Diablo 3. То, как они обрабатывают презентацию, добавляет дополнительный слой, элемент, который меня просто очень впечатлил. Мне также сказали, что PvP в Эншпиле будет довольно конкурентоспособным, и, вероятно, у него будет очень сильная сцена по нескольким причинам. Во-первых, они балансируют навыки отдельно от P, и все снаряжения и характеристики уравнены, чтобы бой был справедливым и сбалансированным. И они убирают любую плату, чтобы ускорить преимущество, которое, по-видимому, есть в игре. Кстати, ты можешь потратить реальные деньги, чтобы в основном ускорить приобретение силы для своего персонажа. Я не уверен в специфике этого, но это было подтверждено многими людьми, которые играли в корейскую и русскую версии, и мы ожидаем, что это появится и в западной версии. Но я делаю это я. Насколько я понимаю, это в основном влияет на сторону P, по крайней мере, для конкурентных режимов, ориентированных на PvP. Это преимущество, похоже, действительно устранено. Насколько я могу судить, это определенно лучшее и первое место в списке МО, которые, как мы точно знаем, появятся в 2022 году. Как я уже упоминал, это одна из немногих игр с установленной датой выпуска. Но также кажется, что это действительно хорошая игра. Две самые большие проблемы для некоторых людей, скорее всего, будут заключаться в том, что это арбк сверху вниз. Я знаю, что некоторым фанатам ему просто не нравится такой стиль игры, но есть еще и вся плата за победу или плата за ускорение, которая есть в игре. Я знаю, что для некоторых людей это будет непривычно. Лично меня действительно не волнует, есть ли люди, которые бросают несколько сотен или даже несколько тысяч долларов, чтобы иметь возможность очищать контент P быстрее, чем я. Это в некотором роде то, чего я ожидаю, что я буду играть в течение нескольких недель, как раз достаточно времени, чтобы достичь и немного испытать конечную игру. Я повозлюсь с ПВП, а потом спрыгну с этой беговой дорожки, пока все не стало слишком скучным. Я много говорю об этом на своем канале. Вот как я сейчас подхожу к МО. И я говорю тебе, это такой удивительный способ познакомиться с жанром. Мне просто понравилось гораздо больше теперь, когда я могу немного поиграть в эти игры и оставить их, пока все не стало слишком повторяющимся и слишком скучным. Мой 25-летний, я назвал бы меня мега-мега случайным. На самом деле я не играю в МО так, как в них положено играть, но моему 35-летнему я просто наплевать. Как будто мне весело, и я получаю гораздо больше опыта в МО и гораздо больше разнообразия, чем раньше. Так что я в любом случае полностью согласен с этим. Лот Старк стартует 11 февраля 2022 года. Это будет бесплатная игра. Позволь мне просто сказать вот что. Если тебе нравится МОС и тебе нравятся бои в стиле Арк, это кажется довольно хорошим пакетом. И опять же, это будет бесплатно. Так что я предлагаю, по крайней мере, попробовать. Вторая МО, которая наверняка выйдет в 2022 году, тоже будет Mortal Online. Итак, оригинальная игра была запущена еще в 2010 году. Это была МО-песочница с открытым миром от первого лица с большим фокусом на ПВП. К сожалению, это просто не считалось такой уж замечательной игрой и никогда по-настоящему не собирало большой аудитории. В этом было несколько интересных элементов, особенно для людей, которым нравится хардкорный ПВП с полной добычей. Но в целом в игре было слишком много проблем. Это действительно сдерживало все это. Когда игра в конце концов появилась в Steam в 2015 году, людям это не понравилось. У него все еще есть смешанные отзывы по сей день. Теперь Mortal Online 2 надеется извлечь хорошее из этого оригинала, улучшить опыт, а затем удалить как можно больше плохого. Согласно веб-сайту игры, этому следующего поколения с постоянной песочницей от первого лица, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире с акцентом на погружение и глубокие игровые системы. Они говорят, что на этот раз игра будет обслуживать более широкий круг игроков всех форм, размеров и стилей игры. Ты можешь сосредоточиться на том, чтобы быть ремесленником, воином или исследователем, и каждый из них способен оказать влияние на мир игры. Системы крафта и навыков действительно кажутся довольно сложными и действительно важным аспектом игры. Они также требуют изрядной доли самообучения, поскольку Mortal Online 2, как и оригинал, действительно уклоняется от стандартных руководств по ручному обучению в большинстве. Как бы то ни было, к лучшему это или к худшему, они просто не рассказывают тебе много вещей в игре. Ты действительно должен разобраться в этом, обратившись к внешним источникам или поговорив с людьми в игре. Игровой мир настойчив. В нем не будет никакого прогресса, стирания или сброса. Здесь есть жилье для игроков. Ты можешь создать гильдию и объединиться с другими, чтобы даже построить эти большие, раскинувшиеся замки. И в игре есть бой от первого лица в реальном времени, где навык превзойдет ваш уровень и ваше снаряжение. Есть целая система направленных атак, блоков, парирования и обмороков. Мне действительно любопытно, насколько хорошо такой бой в стиле Шивы выдержит в игре такого масштаба, как МО. Я, конечно, вижу, что задержка является огромной проблемой в такого рода боях. И, наконец, верный оригиналу. Mortal Online 2 — это полноценная хардкорная PvP-игра, в которой игроки никогда не бывают свободны опасности. Не будет никаких конкретных PvP или безопасных зон. Это все время PvP с открытым миром, и если ты умрешь, люди могут забрать твои вещи, чтобы согласиться с этим. Неудивительно, что групповые игры поощряются. Мне похоже, что это игра, в которой ты можешь продвинуться очень далеко, если будешь играть в одиночку. Так что игра, безусловно, выглядит намного лучше оригинала, как и должно быть. Я думаю, это было 10 лет назад, как в той первой игре. Я думаю, что есть несколько действительно крутых идей, но надеюсь, в отличие от той первой игры, им действительно удалось собрать все воедино. Я бы не стал сдаваться в это, ожидая супер-оточенного опыта. Похоже, что по состоянию на самый последний тест, в игре все еще есть изрядные проблемы с производительностью. Кроме того, имейте в виду, что это общая МО, которая разрабатывается довольно небольшой командой. В последний раз, когда я проверял, они состояли примерно из 30 человек, разрабатывающих эту штуку. Ты знаешь, я думаю, у этой игры обязательно будет аудитория, особенно при запуске, который, кстати, в настоящее время планируется выпустить в раннем доступе 25 января. Сколько из этой базы игроков остается здесь через месяц или два? Это, конечно, большой вопрос. Так обстоит дело с любой МО. Ты же знаешь, что со временем она упадет, а потом, возможно, снова поднимется, если это будет хорошая игра. Но я думаю, что особенно для хардкорного ПВП с открытым миром количество людей, играющих в него, действительно важно, верно. Так что посмотрим, что получится. Хорошо, так что да, потерянный ковчег и смертный онлайн. Два — это МО, которые, как мы знаем, наверняка появятся в 2022 году, если не считать каких-либо задержек в последнюю минуту. На вершине нашего списка потенциально предстоящих в 2022 году МОС находится CorePunk, хотя недавняя задержка бета-тестирования делает это немного более сомнительным. Я все еще думаю, что мы могли бы увидеть четверть для запуска такой игры, как Lost Ark. Это еще одно МО сверху вниз, хотя вместо того, чтобы играть как Hack and Slash Arp, CorePunk играет больше, как MOBA. У него есть движение щелчком мыши, относительно медленный темп боя и навыки стрельбы, в которые тебе придется целиться. На самом деле, ты даже выбираешь из списка героев, а не создаешь уникального персонажа определенного класса. У этих героев есть несколько специализаций на выбор, и каждая из них предоставляет вам набор предопределенных способностей, которые вы можете использовать. На самом деле, я бы сказал, что, глядя на сырой игровой процесс, я бы не стал винить тебя, если бы ты подумал, что это на самом деле Амоба. Но нет, это МО. Ты будешь бродить по зонам открытого мира, уничтожать лагеря врагов, выполнять задания, посещать города и поселки, полные НПК, продавцов и даже других игроков. Здесь есть пи-подземелья и рейды, пвп-арены и поля сражений. Есть также пвп с открытым миром, хотя я не уверен точно, какие ограничения они будут здесь. Мы знаем, что пвп в открытом мире будет чем-то особенным. Еще одна интересная вещь в Корпанк заключается в том, что снаряжение не привязано к власти, это чисто косметика. Так что вместо того, чтобы заниматься фермерством ради штанов или шлема, бонусы за характеристики и способности будут поступать из этой системы артефактов, которая также очень похожа на системы магазинов и предметов, которые вы видите в МООБАС. В принципе, есть эти шесть слотов инвентаря, где вы будете размещать артефакты, которые вы найдете, и они дадут вам особые способности, а также увеличат вашу статистику. Там также есть слот для оружия, и его можно найти или создать, и это сделает ваши атаки сильнее. Дальнейшая настройка в игре происходит в виде этой довольно большой системы дерева навыков. Что мне действительно нравится в Корпанк, так это то, что он, кажется, предлагает довольно интересное сочетание МООБА и жанра МОО. Это не МООБА с точки зрения типа игры, которой она является, но она есть во многих ее системах. Нравится тот факт, что ты выбираешь героя, а не создаешь класс, тот факт, что у тебя есть определенный набор способностей, тот факт, что ты собираешь эти предметы, называемые артефактами, а не собираешь снаряжение. И сам бой похож прямо из учебника МООБА. Однако, мир, квесты, подземелья и рейды, система ПВП, города игроков, ремесло. Все это соответствует традиционным элементам МООБА. Это просто действительно уникальное сочетание двух жанров, которое так заинтриговало меня в Корпанк. Мне нравится видеть игры, в которых пробуется новый подход к вещам, и такое смешение жанров кажется довольно крутым. По этой причине я действительно с нетерпением жду возможности заполучить игру в свои руки. В настоящее время первое закрытое бета-тестирование запланировано на некоторое время весной 2022 года. Они действительно планируют запустить пару из них, прежде чем они официально выпустят. Теперь, судя по всему, что мы слышали, они хотят убедиться, что игра в основном закончена, прежде чем они проведут свой первый бета-тест, и по этой причине я верю, что мы все еще можем получить полный релиз в 2022 году. Но имей в виду, что еще ничего не подтверждено. Хорошо, и так, следующие три игры, которые я хочу здесь упомянуть, могут выйти в 2022 году, но они не приедут сюда. На запад. Это «Синий протокол», «Проект Би-Би-Кью» и «Проект Тиэль». Первые две игры — это супер острые МО в стиле аниме, в то время как «Проект Тиэль» — это игра с взломом и слэшем сверху вниз в духе Lost Ark. Из этих трех синих протоколов, в частности, я действительно заинтересован. Мне очень нравится, как это выглядит. Дуга персонажей, стиль анимации — все это великолепно, и я даже обычно не увлекаюсь аниме, но я думаю, что это выглядит супер потрясающе. Кроме того, бой, который я видел в видеороликах с игровым процессом, действительно выглядит чистым и отполированным, даже несмотря на то, что он еще не выпущен. Но опять же, эти три игры появятся на восточном рынке первого и, скорее всего, через много лет выйдут на запад, если они вообще появятся здесь. Так что, поскольку я и большинство из вас смотрим в основном западные игры, я не собираюсь больше тратить время на разговоры об этом, по крайней мере сейчас. Я думаю, как только мы подойдем ближе и получим подтвержденные западные релизы, я начну больше освещать их в других видео. Но в то же время просто знай, что эти игры существуют. Все они выглядят довольно круто, и мы можем получить их в какой-то момент в будущем. Хорошо, и так, теперь на этом этапе я хочу перейти к некоторым краудфандинговым МО. Каждая из этих игр либо начиналась на Kickstarter, финансировалась из частных источников, открывала программу раннего внедрения, в которой игроки могли участвовать, либо какую-то комбинацию этих трех. Это, конечно, отличается от типичного метода разработки, который происходит как бы под знаменем и при финансировании крупной студии и издателя. И хотя краудфандинговые МО не имеют самого большого послужного списка, все еще есть несколько уникальных названий, за которые мы держим пальцы скрещенными. Ashes of Creation — первый, похоже, самый большой и раскрученный из всех. Несмотря на все волнения, которые это вызывает, впереди еще два, три, может быть даже четыре года развития. По крайней мере, это был мой вывод из предварительного просмотра в июле прошлого года. У них есть некоторые основные системы и механики, но как полностью функциональная игра, это далеко не так. Разработчик сам так сказал, так что я определенно не ожидаю, что это запустится до 2024 года, не знаю. Возможно, у Ashes of Creation действительно есть несколько действительно интересных идей, особенно с игровым миром, который развивается на основе взаимодействия с игроками. Так что в основном различные зоны в игре будут развиваться, расти и открывать новые области, в зависимости от того, что делают игроки. Так, например, на одном сервере. Назовем его базовой лесной зоной, это может остаться совершенно нетронутым. Здесь по-прежнему полно деревьев с ручьями и бродящими вокруг дикими животными. Теперь в той же зоне на другом сервере может быть выровнен весь лес и проклят поток, чтобы освободить место для этого огромного мегаполиса. Животные могут превратиться из этих обычных лесных существ в демонов, потому что, я не знаю, открылся портал в другое измерение, и там может быть даже целая подземелье, которая открывается базой игроков, пробивает дыру в склоне горы и так далее. И так далее. Где игроки предпочитают проводить свое время, где они предпочитают выращивать существ, собирать и вкладывать ресурсы. Все это определяет, как прогрессирует или не прогрессирует каждая зона в игре. Это очень-очень крутая концепция. И я думаю, что если они правильно почувствуют игровой процесс, это действительно может стать победителем в жанре мозг-краудфендингом. А потом у нас есть пантеон, восстание падших. Хотя разработка этой игры пережила некоторые взлеты и падения, похоже, она все еще продвигается вперед. Новые обновления публикуются несколько раз в месяц на их веб-сайте, и они также довольно активны на своем канале YouTube, фактически показывая нам, как продвигается разработка, проводя кайкруглые столы для разработчиков. И буквально в прошлом месяце у них даже был часовой поток, погружающийся в подробности и рассказывающий все об их конвейере рендеринга для игры. Похоже, эта игра действительно состоится. Я не уверен почему, но по какой-то причине пантеон — одна из мно, о существовании которой я все время забываю. Я знаю, это звучит немного грубо. Я просто говорю честно. Я думаю, возможно, проблема в том, что я знаю об этой игре с момента ее запуска на Kickstarter в феврале 2014 года, так что мы приближаемся к 8 годам разработки. На мой взгляд, я такой. Разве это еще не началось? Но нет, это. Это не так. Это все еще продолжается и сейчас. Главным преимуществом пантеон должно быть сосредоточение внимания на этом старом школьном групповом контенте, и это звучит довольно круто. Игра в настоящее время находится в стадии предварительной альфа-версии. До сих пор нет это для начала полного альфа или бета-тестирования. Ты можешь получить доступ к сеансам предварительного альфа-тестирования, хотя это стоит довольно дорого, от 1000 до 10 000 долларов за аналогичный самый высокий уровень. Так что да, может быть подождем, чтобы попробовать это, пока оно не станет более доступным по цене, что и будет в периоды альфа и бета-тестирования. Следующий Camelot Unchained, и как и пантеон, эта игра началась на Kickstarter несколько лет назад, запустив кампанию в феврале 2015 года. Говорили, что это духовный преемник Dark Age of Camelot, который изначально очень взволновал людей. Мне нравится темный век камелота. Это звучит как классная идея. Однако, в отличие от пантеона, похоже, что будущее этой игры намного менее определенно, вещи просто выглядят не очень хорошо. Если честно, обновления на YouTube прекратились за последний год. Не было опубликовано никаких новых видеороликов, рассказывающих о том, как продвигается разработка этой игры. В октябре прошлого года они действительно выпустили совершенно новую игру, которую они разработали, по-видимому, за несколько небольшой промежуток времени. Это называется «Последняя битва Рагнарёка». Он вошел в ранний доступ в октябре и потерпел полный провал. В настоящее время в Steam всего шесть отзывов, и согласно SteamDB, максимальное количество одновременных игроков составило 19. Наибольшее количество игроков, игравших в эту игру в свое время, составляло 1919 человек. Учитывая, что выпуск этой дополнительной игры казался им явной попыткой получить больше финансирования для продолжения работы над своей МО, это заставляет меня серьезно беспокоиться о будущем игры. Они публикуют обновление блога на своем веб-сайте примерно раз в месяц или около того, так что, похоже, они все еще работают. Но, чувак, я действительно не знаю. Мне неприятно это говорить, но для освобожденного Камелота все выглядит мрачно. Я не уверен, что мы действительно можем рассчитывать на то, что эта игра когда-нибудь завершит разработку и выпустит. Я все же надеюсь, что я ошибаюсь. Последним в нашем списке краудфандинговых МОС является Фрэпчет, песочница с открытым миром, сверху вниз с действием, боем и тем, что они называют полностью интерактивными средами. Как и Вэшес, в этой игре есть несколько действительно интересных и уникальных систем. В нем действительно много стандартной формулы МОС. Там будет несколько гонок, которые ты можешь выбрать из подземелий для запуска. Есть системы сбора и крафта, но в дополнение к этому в игре есть действительно классная механика. Так что, по-видимому, победа над врагами на самом деле дает тебе знание об их способностях, позволяя тебе разблокировать и использовать эти навыки для себя. Там будет экономика, управляемая игроками, где все оборудование в игре создается игроками. Ты можешь строить и настраивать свой собственный город вместе с другими людьми. Раса, которую ты выбираешь для своего персонажа, оказывает реальное влияние на игровую механику, а также на то, как ты взаимодействуешь с другими людьми. В игре тоже нет уровней или очков-атрибутов. После создания своего персонажа, по-видимому, ты можешь просто прыгнуть и попробовать любой контент игры. Прогресс будет происходить за счет раскрытия систем знаний и репутации, и, по-видимому, аспектами окружающей среды можно манипулировать с помощью элементов. Так, например, ты можешь заморозить реку, чтобы перейти через нее, или ты можешь тушить пожары водой. Все это звучит действительно красиво, хотя я скажу, что, по-моему, внешний вид игры оттолкнет многих людей. Это выглядит довольно малобюджетно и немного неряшливо. Бой тоже не выглядит особенно удовлетворительным. Тем не менее, я действительно думаю, что здесь есть несколько действительно замечательных идей. В настоящее время выпуск игры запланирован на 2022 год, без указания конкретного месяца или квартала. В этот момент я действительно хочу попробовать. Даже несмотря на то, что это выглядит сверхбюджетно, мне все равно любопытно. Все в порядке. Далее я хочу поговорить о некоторых из недавно появившихся МО, о которых мы узнали за последний год или два, которые выйдут в какой-то момент, вероятно, в 2023 году и далее. Первое место — BitCraft. Эта игра выглядит действительно опрятно. Это МО, действие которой происходит в процедурно-сгенерированном открытом мире песочнице. Говорят, что у него есть глубокие системы навыков и акцент на ремесле, культивировании, городском строительстве и экономике. Говорят, что в игре есть такая прогрессия персонажа в свободной форме. Игроков не будут принуждать выбирать эту фиксированную профессию или набор навыков. Вместо этого ты развиваешь своего персонажа, в основном практикуя любые навыки, которые тебе нравятся. Это напоминает мне о том, что они делают в играх типа Elder Scrolls. Чем больше ты что-то делаешь, тем лучше у тебя это получается. Нет окна выпуска или даже целевого года, хотя из трейлера, который они показали, некоторые из них выглядят так, как будто они находятся в движке. Они в реальном игровом процессе, но в движке, и это выглядит довольно далеко вперед. В настоящее время ты можешь предварительно зарегистрироваться в этой игре для предварительного альфа-доступа на их веб-сайте. Паллира — это предстоящая МО с открытым миром, которая сосредоточена на социальных функциях и игровом процессе. На самом деле, они называют это масштабной многопользовательской игрой-симулятором сообщества, в которой игроки могут построить дом и жизнь, познакомиться и подружиться с неотразимыми персонажами. А также испытать развивающееся повествование с другими людьми. Так что это не будет МО, которое полностью сосредоточено на бою, где вы измельчаете подземелья ради добычи. Скорее всего, ты будешь тратить время на такие вещи, как строительство своего дома, украшения, сельское хозяйство, рыбалка и приготовление пищи. Для тебя будут различные занятия в стиле мини-игр, которые ты сможешь выполнять с другими игроками. Ты можешь исследовать мир и открывать для себя что-то новое. Это не типичный тип МО, в который я играю или даже освещаю здесь, на канале, но я думаю, что это выглядит хорошо, и тем не менее, я очень впечатлен этим. Внешний вид этой игры, и они показали некоторый игровой процесс, который выглядит довольно хорошо. На данный момент у них нет никаких подробностей о запуске, хотя предварительное альфа-тестирование уже началось. Project Ragnarok — это предстоящая моно-скандинавскую тематику от NetEase. Это было раскрыто в начале 2021 года, когда они выпустили минутный трейлер, и все. Я не смог найти никаких дополнительных подробностей об этой игре. Я бы сказал, что трейлер выглядел нормально, но определенно не очень. Немного грубовато в нескольких местах. Нам придется посмотреть и подождать, чтобы узнать больше об этом. Еще одна игра, о которой мы практически ничего не знаем, — это Chiron Odyssey. Это предстоящая МО, которая должна стать эпической фэнтезийной МО в пространстве-времени. Они выпустили кинематографический трейлер. Это выглядело круто, но это было полностью кинематографично, явно не двигатель. А также эта игра была показана в декабре 2020 года, и с тех пор у нас не было абсолютно никаких последующих действий. Они молчат уже два года, так что кто знает, что на самом деле происходит с этим человеком? Эхо было показано пару месяцев назад, когда мы получили трейлер показа. Это длилось около 50 секунд. Это мало что показывало, и то, что он показывал, не выглядело немного чопорным. Малобюджетный. Я хочу это назвать. Они называют это монотему путешествий во времени. По-видимому, в декабре был предварительный альфа-тест, и у них запланировано еще несколько тестов на следующий год. И последнее в этом разделе, восстание Одина Волгалы, так что визуальные эффекты этой штуки выглядят довольно потрясающе. Когда я впервые увидел их первый трейлер, я был очень взволнован. Я подумал, неужели это будет? Это почти напомнило мне Black Desert Online. Я подумал, мы собираемся получить еще одну подобную игру с боевыми действиями в этих скандинавских условиях. Немного покопавшись, я с тех пор обнаружил, что это МО с автоматической игрой, так что бой происходит автоматически. Тебе не нужно ничего делать. И это также игра для ПК и мобильных устройств, в которой будет полный кассовый магазин нужных вещей. Это будет большое нет. Спасибо. Я вычеркиваю это из своего списка. Теперь меня это вообще не интересует. В дополнение ко всем этим играм, на самом деле, есть несколько таких супер долгожданных потенциально масштабных игр с большим бюджетом на горизонте, но они, скорее всего, будут выглядеть как 2023 год и далее. Итак, первое место это МО Райт. Как и через много-много лет, почти наверняка, но за этим уже стоит столько предвкушения и шумихи. Райт выпускает несколько довольно успешных игр, которые относятся не только к League of Legends. Я знаю, что Valorant собрал довольно значительную аудиторию и довольно хорошо справляется с подобным жанром гиперконкурентного Эвс. Я думаю, исключительно из-за их послужного списка создания этих супер оточенных, великолепно выглядящих, очень успешных игр, которые всегда находят аудиторию, и их огромного финансирования, которое у них есть. Это может быть неоправданно, но я думаю, что люди уже ожидают, что эта игра будет огромной, хотя у нас даже нет названия для нее. Мы даже не видели концепт арта для этой игры. Тогда у нас также есть предстоящая МО-Дюн. Фанком работает в партнерстве с Nuclear над разработкой этой МО-игры на выживание в мире Дюны Фрэнка Герберта. Технически это описывается как многопользовательская игра на выживание в открытом мире в официальном пресс-релизе, который был выпущен для этого, хотя мы узнали, что сфера действия игры значительно расширилась с тех пор, как Tencent приобрела Фанком еще в 2019 году. Очевидно, эта игра также будет иметь много общего с предыдущим названием Фанком, Conan Exiles, но только в гораздо большем масштабе. И, наконец, другая крупная МО, которая, как мы знаем, находится на горизонте, это МО Marvel. Это делается Dimensional Ink, одним из многих побочных продуктов, которые сформировались в рамках Daybreak Games. Разработкой игры руководит Джек Эмират, который разработал и руководил City of Heroes и в настоящее время возглавляет DC Universe Online. У нас нет больше никаких дополнительных подробностей, кроме раскрытых игр, только тот факт, что, как и две другие большие игры, которые будут здесь, это тоже очень далеко. Хорошо, и так это все новые МО, которые, как мы знаем, находятся в разработке и появятся в 2022 году и далее. Но также будут некоторые обновления для некоторых крупных существующих игр в виде больших исправлений и расширений в течение 2022 года. Для начала, Guild Wars 2 получит свое третье расширение, Конец Драконов, в этом году. В нем будет представлена совершенно новая игровая зона Кантия. Это таинственная островная зона, усеянная царствами, полная пышной дикой природы и экзотической архитектуры. Помимо дополнительного продолжения сюжета игры и новых зон, там также будет куча новых функций. Они добавляют рыбалку в игру. Скоро появятся новые кооперативные скакуны. Это новая система личных лодок этих маленьких, по сути, фей, на которых люди смогут отправиться на рыбалку. Там будет новое легендарное оружие, новые ударные миссии, новый зал гильдий и совершенно новые элитные специализации для каждого класса в игре. Конец Драконов выйдет в феврале 2022 года и будет стоить 2999 долларов. Звездные войны. Старая Республика также получает совершенно новое расширение. Наследие Ситхов стартует 15 февраля. Это добавляет целую кучу нового контента, который фокусируется на конфликте между Галактической Республикой и Империей Ситхов. Будут совершенно новые сюжетные и квестовые продолжения, которые проведут вас через новые игровые области, зоны и подземелья. Есть новая система, называемая боевыми стилями, которая позволяет игрокам действительно смешивать параметры расширенного класса для своего персонажа. В игре начнется новый сезон. Будут различные улучшения опыта новых игроков и множество других вещей. Тогда есть World of Warcraft. Скорее всего, он что-то получит. Пока официально ничего не объявлено. Хотя Shadowlands был выпущен в 2020 году, и если они будут следовать своей исторической последовательности выпуска, мы должны получить новое расширение в 2022 году. Хотя я должен сказать, что на разработку чего-либо нового в Blizzard почти наверняка повлияло все, что происходило с этой компанией в последние несколько месяцев прошлого года, так что я не знаю. Мы должны посмотреть. Я имею в виду, они даже отменили запланированную линию близко, потому что сказали, что у них просто недостаточно новых вещей для анонса. Так что возможно мы на самом деле не получим новое дополнение для World of Warcraft в этом году. Я думаю, что возможно, что из-за серьезного перерыва в разработке их студий Elder Scrolls Online будет продвигаться вперед. Я не думаю, что что-то было раскрыто. Я не видел ничего нового, но каждый год они выпускают совершенно новое большое обновление контента с главами и различными дополнениями. В этом году планируется ничем не отличаться. А что касается Final Fantasy XIV, ты знаешь, и Уокер только что вышел, и расширение для игры происходит с интервалом в два года, так что следующее ожидается не раньше 2023 года. Итак, это все, что мы знаем о том, что произойдет в 2022 году и далее, а также об обновлениях, которые запланированы для больших игр, существующих на данный момент. Но тогда, конечно, есть неизвестные. Некоторые из МО, которые были запущены в 2021 году, мы не ожидали. Западный релиз Соло был неожиданным, и Крауфл, наконец, официально запустился, не планировалось в начале года. Точно так же в 2022 году вполне могут быть выпущены некоторые МО, о которых на момент создания этого видео мы еще не знаем, или просто вышли намного раньше, чем разумно ожидалось. Я не могу, я просто не могу предсказать будущее, но опять же, это моя надежда. Я надеюсь, что в 2022 году мы выпустим что-то новое и удивительное, потому что, честно говоря, на самом деле пока подтверждено всего несколько игр на 2022 год. И многое из того, о чем мы говорили здесь, в этом видео, скорее всего, появится гораздо позже, но я надеюсь, что это не так. Ну, я согласен, если это означает, что игры будут лучше, но я этого не делаю, потому что хочу играть в больше игр. Знаешь что? У меня достаточно игр, чтобы играть. Сейчас столько всего происходит. В любом случае. Хорошо, и это будет сделано для этого видео. Большое тебе спасибо, что присоединился ко мне, чтобы посмотреть все новые МО, которые выйдут в 2022 году и далее. Надеюсь, вам, ребята, понравится видео. И да, это примерно 40 минут записи этой штуки. Так что мне нужно пойти выпить немного воды и сделать перерыв. Увидимся позже, ребята. Поймаю тебя в следующем. Успокойся, ребята. Поймаю тебя в следующем.